В ответ на обращение Центрального комитета Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР мы проявим несокрушимую твердость и единство, как никогда повысим политическую бдительность, отдадим все силы, всю энергию для выполнения задач, начертанных нашим отцом, родным и близким Великим Сталином. Мы еще теснее сплотимся вокруг Центрального комитета нашей партии. Ировцы как никогда повысят свою революционную бдительность, давая беспощадный отпор любым проискам классовых врагов. Слово предоставляется первому заместителю председателя Совета Министров Союза СССР товарищу Лаврентий Павловичу Бериям. Дорогие товарищи и друзья, трудно выразить словами чувства великой скорби, которые переживают в эти дни наша партия и народы нашей страны. Все прогрессивное человечество не стало Сталина, великого соратника и гениального продолжателя дела Ленина. Ушел от нас человек самый близкий и родной всем советским людям, миллионам трудящихся всего мира. Товарищи, неудолима боль в наших сердцах, неимоверно тяжела утрата, но и под этой тяжестью не согнется стальная воля коммунистической партии, не поколеблется ее единство и твердая решимость в борьбе за коммунизм. Поэтому народы Советского Союза могут и впредь с полной уверенностью положиться на коммунистическую партию, ее центральный комитет и на свое советское правительство. Враги Советского государства рассчитывают, что понесенная нами тяжелая утрата приведет к разброду и растерянности в наших рядах. Но набрасли их расчеты, их ждет жестокое разочарование. Кто не слеп, тот видит, что наша партия в трудные для нее дни еще теснее смекает свои ряды, что она едина и небоголевима. Наши великие вожди Ленин и Сталин учили нас неустанно повышать и отдачивать бдительность партии и народа к проискам и корням врагов Советского государства. Теперь мне они еще более усилить свою бдительность. Уж никто не думает, что враги Советского государства могут достать нас в Росток. Сила и несокрушимость нашего государства состоит не только в том, что оно имеет загаленную в боях, навеянную славой армию. Накущество Советского государства заключается в единстве Советского народа. Велодоверие коммунистические партии, ведущие силы Советского общества, доверие народа к своему Советскому правительству. Советский народ с единодушным одобрением встретил постановление Центрального комитета нашей партии, Совета министров и Президиума Верховного Совета СССР о проведении чрезвычайно важных решений, направленных на обеспечение бесперебойного и правильного руководства всей жизнью страны. Одним из этих важных решений является назначение на пост председателя Совета министров Союза СССР талантливого ученика Ленина и верного соратника Сталина Георгия Максимилиановича Маленкова. Народы нашей страны могут быть уверены в том, что Коммунистическая партия и правительство Советского Союза не пошатят своих сил и своей жизни для того, чтобы сохранить стальное единство рядов партии и руководства, крепить нерушимую дружбу народов Советского Союза, крепить могущество Советского государства, неизменно хранить верность идеям марксизма-ленинизма и, следуя заветам Ленина и Сталина, привести страну социализма к коммунизму. Вечная слава нашему любимому, дорогому вождю и учителю, великому Сталину! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Продолжение следует...